Распад Евросоюза крайне маловероятен, наоборот, будет посходить через кризис его постепенное развитие и консолидация. Люди проголосовали сейчас отчасти за правые традиционалистские партии Европы, среди которых много союзников России, среди них много моих личных друзей, скажу честно, я их тоже поздравил с блестящей победой. Именно по их приглашению я много раз был в Европарламенте и выступал там. Но, тем не менее, это не голосование против Евросоюза, это попытка послать метку черную бюрократам Евросоюза, чтобы они больше учитывали мнение избирателей. Избиратели Европы недовольны не Евросоюзом, они недовольны чрезмерно олигархической бюрократической его моделью. То, что гражданам прислушивается мало. В частности, я думаю, что Евросоюз сможет консолидировать свою силу тем, что не будет больше никого принимать новые страны. И в этом смысле Украина и Турция скорее войдут в наш Евразийский союз, чем в Европейский союз. Кроме того, не исключено, что может быть даже кого-то из Евросоюза исключит показательно или исключит из еврозоны. И кроме того, самое главное, я думаю, что они ограничат миграцию, от которой население Евросоюза устало. И постараются наладить институты лучшего взаимодействия, чтобы хотя бы граждане знали больше, что происходит в Брюсселе. Произойдет это, я думаю, типичным для современного мира пропагандистским образом. То есть будет создан мощный телеканал и газета, которые будут максимально пропагандировать ценности Брюсселя в Европе.